Праздник Праздником, с учебным Новым Годом, пожелать вам здоровья, удачи, успехов, быть самыми лучшими, самыми красивыми и добиться в своей жизни уникальных успехов. Ну и, конечно же, порадовать своих родителей, порадовать наших учителей. С праздником! Ура, ребята! Ура, ребята! Ну а сейчас они разойдутся по своим классам и познакомятся со своими учителями. Пообщаться с ребятами лично решил и глава города. Кто хочет президентом быть? Молитика не может. Девочки. А губернатором? А что пришли? А главой города Маткайна? Да не хочется. Молодцы. Ребята, как настроение? Хорошо. Учиться готовы? Да. Молодцы. Вы спали сегодня? Да. Они с 8-ми будут заниматься? Да, с 8-ми. Ну, понятно. А портфель-то не тяжелый? Нет. Может быть, бабушка помогает носить? Нет. Молодцы. Хорошего вам настроения, успехов, учитесь хорошо. В это же время в третьей школе, которой в этом году исполняется 55 лет, первоклашек поздравлял с началом школьной жизни и учебного года управляющий делами администрации Сергей Дичков. В это солнечное утро хочется сказать особые слова приветствия, особые слова поздравлений нашим учащимся и разрешите зачитать приветствие главы города Латкарина Евгения Викторовича Серегина. Дорогие школьники, родители и учителя, сердечно поздравляю вас с Днем Знаний и началом учебного года. 1 сентября не просто начало учебного года, это особая атмосфера, созданная радостными улыбками детей и взрослых, яркими впечатлениями от своих друзьями и добрыми словами на мозг. Каникулы закончились, и перейти у школьников в месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и заболеваний. Набирайтесь опыта и знаний, стремитесь быть нужными нашему городу и успехи которого во многом зависят от вас. Особые поздравления тем, кто в этот праздник приходит впервые, первоклассники. Для них звенит первый школьный звонок и начинается новая прекрасная и захватывающая школьная жизнь. Отрадно осознавать, что образование в городе Латкарин интенсивно развивается и добивается больших успехов. Об этом говорят результаты участия педагогов и образовательных учреждений в конкурсах разного уровня, а также достижения учеников. Ну и самая важная часть всех школьных линеек – это, конечно же, первый звонок. Каждый из нас хранит в сердце это мгновение, и эти ребята запомнят его на всю жизнь. Во время первого звонка замирают все собравшиеся у школы – и ученики, и родители, и даже учителя. Ведь к ним в этот день приходят новые ребята. Именно учителя стоят у истоков нашего будущего. И во многом от них зависит, кем будут эти дети через несколько лет. Татьяна Брюзова, директор школы, напомнила ребятам, что 1 сентября – это время перемен, что все новое и неизведанное ждет их впереди. Ну а мы с вами отправляемся в гимназию четвертую. Здесь не только поздравляли учеников с началом учебного года, но и чествовали заслуженных педагогов. И мы гордимся, что они присутствуют на нашей линейке. Это Александра Васильевна Власюх. Александра Васильевна. И Николай Петрович бывший. Николай Петрович. Где он там? Есть, есть Николай Петрович. Сейчас он видит. Вы видите, многие, даже родители знают этих учителей. 46 лет. Представьте, ребята, 46 лет они работают здесь. И постоянно наш педагогический коллектив пополняется новыми учителями. Так в этом году к нам пришел наш выпускник, учитель физкультуры Ромов Павел Владиславович. Давайте поприветствуем его. В этот день дали слово и первоклашкам. Юные латкаринцы, немного стесняясь, прочитали гостям праздника стихи, в которых рассказывали о том, как они готовились к этому важному первому дню осени. Поза те остался садик. Беззаботные деньки. Скоро первые оценки мы получим в дневнике. Нужно в школе знать компьютер. У совершенствия говорят. Я Игриксе отправил в буфер и открыл учебный файл. Наши теплые светлые школы. Детям всем открыта дверь. В этом светлом теплом доме все мы школьники. Нам придется много сделать, чтобы гордились нами и гимназию прославить своими именами. Поздравил учащихся с началом учебного года председатель Совета депутатов Василий Дерябин. Новый учебный год мы вместе с вами встречаем, как всегда по традиции в нашем городе, в хорошем праздничном настроении, с энтузиазмом, с гордостью за проделанную работу в прошедшие периоды. За прошедший год руководством города была проделана серьезная работа. Мало того, нами сделан и хороший задел на будущее. Я должен сказать, что вот буквально позавчера состоялось большое заседание правительства Московской области, на котором были рассмотрены основные вопросы социально-экономического и нравственного развития нашего города. И докладываю вам, что по итогам этого рассмотрения, во-первых, работа нашего города получила хорошую, высокую положительную оценку и были приняты к рассмотрению новые предложения руководства нашего города по дальнейшему совершенству инфраструктуры и развития всего города. Я должен сказать, что среди вот этих направлений, наверное, для вас наиболее интересным будет это то, что на следующий год запланировано строительство такого полномасштабного стадиона в нашей любимой четвертой гимназии. И я думаю, что 1 сентября следующего года мы также истину на линейку проведем одновременно с открытием этого хорошего школьного стадиона. Программу праздника продолжили незабываемый вальс и выступления одиннадцатиклассников, которые пожелали первоклассникам счастливого пути. Теплые слова и, конечно же, разноцветное море цветов. Вот так по школьным дворам праздновали День знаний. И когда в одном образовательном учреждении торжественная линейка заканчивалась, в другом она только начиналась. А так новый учебный год встречали в седьмой гимназии. Здравствуйте! С кем вы сегодня пришли? Здравствуйте! Со своими первочками! Как зовут тебя? Трофим! А тебя как зовут? Амеля! Ну вы сегодня всем семейством пришли! Конечно! Насколько это важный праздник? Это очень важный праздник! У нас трое детей, это второй наш ребенок, который идет в первый класс. Естественно, для нас это важно. И каждый раз для нас это очень трогательно. Так что, сами понимаете, это важный праздник в любой семье, у которых есть дети. Скажи, пожалуйста, приятно, что родители сегодня с тобой? Да. Есть какие-то пожелания своим новым одноклассникам? Не знаю, нет. Ну, что ты пожелаешь всем? Скажи, страшнее тебе было тебе в школу? Счастья, здоровья всем первоклассникам. Пусть все будет уже хорошо, и пусть учатся на пятерке. Ты мужчина умница, молодец! Ну, рассказывай, у тебя есть какие-то пожелания твоим одноклассникам? Да. Желаем им счастья! Скажи, пожалуйста, тебе страшно было идти в школу? Нет. Всегда ощущение праздника, настроение хорошего, улыбок всем, здоровья детям, терпения. Всего хорошего в этот день желаю. Помните, как в первый класс шли? Да. Маленькие дети, большие портфели, тревога. Ну, это всегда праздник, это всегда хорошее настроение, это всегда хорошо. Еще и погода такая замечательная. Ну, как ты? Готова к учебному году? Готова, но все равно не хочется. Ребят, есть пожелания-то своим одноклассникам? Да. Нет, нету. Какие пожелания? Чтобы все хорошо учились. Отлично. Пожелание учиться достойно на одни пятерки. Ну, и побольше друзей, чтобы было в школе. Хорошего учебного года, только отличных отметок. Ну, и, конечно, терпение родителям. Вот и прошли долгожданные летние каникулы, оставившие массу самых приятных и незабываемых впечатлений. Уверена, вы замечательно отдохнули и набрались сил. Наступает осень. Очаровательное, в полиции потрясающее, и нещенит разнимое время года. Пора к знанию. А это значит снова возвращаться в школу. Так. Сегодня удивительный праздник. Праздник возвращения к труду и по знанию. Праздник творчества и вдохновения. И первый звонок. Несомненно, волнительный праздник. Волнительный звонок, как для первоклассников и их родителей, так и для тех, кто за период третьей каникулы уже успел соскучиться по учителям и одноклассникам. Так. Гимназисты стали на год старше. Вчерашних дошколят не узнавала и мультипликационная героиня Маша, которую с удивлением выискивала ребят в толпе. На плохое поведение и учебу всех подбивала двойка. Но особенно публика оживилась от динамичного танца самих школьников. И здесь себя с праздником поздравил глава города, который был приятно обрадован таким большим количеством первоклассников и тем, что родители школьников не игнорируют этот праздник. И напомнил латкаринцам, что все они живут в лучшем городе страны. Я хочу от души пожелать первоклассникам учиться только на пять, а тех, кто уже постарше, делать выбор в своей жизни. Не забывайте, что есть страна, есть Подмосковье, есть город. Надо учиться, чтобы прийти работать на наши предприятия, в администрацию, на все уровни власти. И мы надеемся, что наши ребята будут достойными подражателями и традициями, которые в нашем городе существуют. Поздравляю ребят и старшеклассники. Будущие выпускники в песне поделились своим мнением о родной школе. Посмотри, друзья, в глаза и улыбку подари, чтобы это чудеса, это мир. Этот день прошел так быстро, а между тем, эти минуты запомнятся на всю жизнь. Счастливые слезы родителей, чьи детки пошли только в первый класс, осенние букеты и добрые пожелания. Первое сентября – это старт нового жизненного этапа. И кто знает, вдруг среди этих первоклассник наш будущий президент. В восьмой школе первоклассники не только участвовали в торжественной линейке, но и сажали деревья у своего общепрозавательного учреждения. Дело в том, что на территории школы не только высажены замечательные деревья, но огромное количество цветов. Есть даже свой маленький огород. Детки здесь, как правило, очень богаты эмоциями. Им не хватает тепла, и они готовы отдавать много тепла. Соответственно, все, что связано с природой, все, что с флорой и фауной, им настолько близко. И они заботятся с огромным удовольствием за огородом, за цветами, выпалывают, что-то новое сажают. Родители принимают огромное участие в благоустройстве нашей школы. И каждый год на территории нашей школы появляется все больше новых красивых цветов. И начиная с мая месяца школа, территорию, расцветает. Ребята сажали эти деревца вместе со своими одноклассниками и родителями. Возле каждого дерева табличка с номером и буквой класса. Вот, здорово! Мы еще пойдем, сейчас, ребята, пойдем. Без водички может же дерево? Нет, он умрет. Конечно, поэтому надо обязательно что сделать? Полить! А еще надо, чтобы дерево прижилось, что сделать нам? Улы? Потому что все доброе и светло. Вы делаете с добром и с улыбкой. Поливай. Вот, дружно. Ребят, написано, первый А класс. Это мы. Молодцы! Посадили. Первый А уже посадил свое деревце. Все! Все, давай, хлопаем. Ура! Для первоклассников это первое ответственное задание в стенах школы. Важно и то, что эту добрую традицию ребятам передают старшеклассники, которые также участвовали в высадке деревьев. В нашей школе эта традиция постоянно была, даже в наше время, в предыдущий девятый класс. Для нас честь передать первому классу нашу традицию. Надеюсь, что она будет дальше-дальше добиваться. С торжественной линейки начался учебный год и в промышленно-гуманитарном колледже. У этих совсем взрослых ребят нет времени на раскачку. С первых дней студентам начали читать лекции. Нам были спущены бюджетные места нашим учредителям. Мы план комплектования по всем десяти специальностям выполнили. Примечательно и то, что студенты идут охотно как на гуманитарные специальности, так и на технические. На последний спрос у работодателей сейчас особенно высок. Это одно из немногих учебных заведений, которые полностью, сто процентов, выполнили своевременно план комплектования, план набора по этим специальностям, несмотря на то, что это технические специальности. Сегодня это является приоритетным направлением. Входят в 50 наименований самых престижных и эффективных предприятий. Это электроэнергетика, и автомобилестроение, и технология машиностроения, то есть связанные с космосом. Это и другие направления, которые призваны обслуживающего профиля. При этом ребята прекрасно осознают, что от них тоже зависит будущее. Этот год для третьекурсников особенно важен, ведь все они уже совершеннолетние, а значит теперь имеют право отдать свой голос на выборах. На нашей территории работают два избирательных участка, это на спортивной 24. У нас студенты третьего и четвертого курса, которые исполнилось уже 18 лет, они обязательно принимают участие в выборах. А вот главный выбор для первокурсников – это все-таки будущая профессия. Так Орехова Софья решила стать экономистом. Она считает, что именно таких специалистов сегодня не хватает в нашей стране. Скажи, пожалуйста, в дальнейшем планируешь в этой профессии остаться? Думаю, да. Ну почему выбрала именно эту профессию? Ну я считаю, что государство без экономики – никуда. В ближайшее время буду развивать уверенность в себе, смелость, умение хорошо разговаривать. У нашей героини еще много работы на пути к успеху. А вот Григорий Камнев закончил колледж в прошлом году. Учился он на дизайнера. И о прошедших годах колледжи вспоминает только хорошее. Годы прошли очень бурно, очень весело. Я очень благодарен этому колледжу, он меня многому научил. В плане каких-то жизненных навыков, навыков более человеческих, скажем так. То есть я стал какой-то личностью прежде всего. А чисто по профессии она мне нравится безумно. Мир дизайна очень требовательный. Многие компании придирчиво относятся к специалистам этой профессии. И сейчас молодой человек решил продолжить свой путь просвещения. Я как бы не опуская руки, стараясь более-менее что-то искать, добиваться в этой профессии. Я думаю, что у меня все получится. Уже сейчас у тебя есть какие-то, может быть, проекты? Может быть, ты в чем-то уже принимал участие, что-то интересное для тебя? Ну, проекты были только в колледже. Только в колледже, да. Ну и так, когда все-таки дома, когда особо есть свободное время, бывает, что проектирую какие-то проекты по интерьеру. Сейчас чем занимаешься? Сейчас я учусь в университете московском МФИО. Профессия реклама. Я решил как-то связать эти две профессии, чтобы и высшее было. Тоже именно по этому направлению. Варвара Можаева, Максим Морозов, Александр Тестов. Новости Алткарина.